Никогда не смешивайте эти продукты. Советы по правильному питанию и совместимости продуктов в тибетской медицине дает известный тибетский доктор Пунцок Вангмо. Общие рекомендации. Чтобы вы не ели, нужно соблюдать пропорции при еде. Мысленно необходимо разделить желудок на 4 части. Две из них будут заполнены едой, одна часть водой, а одна останется пустой. Эти пропорции очень важны. Придерживайтесь их и не переедайте. Желудок должен частично оставаться пустым, чтобы была хорошая пищеварительная энергия. При переедании пищеварительный жар может затухнуть, и это приведет к недостатку тепла в теле, увеличению веса и т.д. При недоедании вы потеряете компоненты своего тела, тело ослабнет, возникнет бессонница и т.д. Сначала ешьте пищу, которая усваивается быстрее, а потом более тяжелую. Поэтому лучше всего есть фрукты за полчаса до тяжелой еды. В противном случае в желудке будет гниение, он будет отравлен газом и забит токсинами. Тибетская мудрость гласит, ешь утром как царь, в обед как монах, а вечером как нищий. Это вполне соответствует нашему. Съешь завтрак сам, поделись обедом с другом и отдай ужин врагу. Утром лучше есть теплую пищу, богатую клетчаткой, каша, цельнозерновой хлеб. На обед мясо, а на ужин что-нибудь легкое, например овощи, желательно тушеные. И не забывайте правила двигаться после еды, в том числе и после ужина. Никогда не ложитесь спать сразу после еды. Если так получилось, что вы сразу же после еды уснули с полным желудком, то спите на правом боку. Это помогает пище перевариваться и усваиваться. Соблюдайте перерыв между приемами пищи. Лучше всего взять четырехчасовой перерыв. Это не позволит организму терять энергию и зашлаковываться. В противном случае мы просто обманываем тело. Оно начинает переваривать новую пищу, оставляя старую. Возникает масшупа, расстройство желудка и образуются шлаки. Если вы хотите есть, пейте чай или воду, но на твердую пищу табу. Какие продукты можно комбинировать и в чем их выгода? Узнаете, когда досмотрите видео до конца. Традиционный тибетский чай с топленым маслом. Очень хорошая комбинация, то есть топленое масло и горячая вода с медом. Топленое масло тяжелое, жирное и маслянистое, а горячая вода и мед легкие. Эта комбинация приносит пользу организму и не влечет за собой побочных эффектов. Это также обостряет память, улучшает аппетит и пищеварение. Тело становится гладким, имеет здоровый цвет. Энергия тела увеличивается, помогая организму более эффективно выводить продукты жизнедеятельности. Вообще, горячая вода и мед имеют легкую природу, их комбинация удаляет жир и слизь, очищает каналы легких, а организм теряет вес. И лучшее время для такого напитка утро до завтрака. Молоко с кардамоном. Заваривается 50 на 50. Активное использование молока в Тибете позволяет поддерживать содержание кальция в организме на высоком уровне. Это, в свою очередь, улучшает сон, сильно поднимает энергию у пожилых людей. Очень полезно для детей и долгоболеющих. Помогает при пневмонии или других заболеваниях легких. И, что очень важно, главное, не перегружает пищеварительную систему. Какие продукты не подходят? Масло, включая топленое масло или маргарин, нельзя сочетать с холодной водой. Поскольку масло и холодная вода по своей природе являются тяжелыми продуктами, и вместе они создают тяжесть в пищеварительной системе. Эта комбинация может повысить уровень холестерина, образовать бляшки в кровеносной системе. Грецкие орехи и алкоголь. Эта комбинация может вызвать заболевания крови, проблемы с легкими и язвы, так как оба продукта имеют острый горячий характер. Ферментированные овощи, соленые огурцы и ферментированные продукты, например, пиво, несовместимы, поскольку они оба имеют выраженную кислотность, и это может привести к обострению гастрита или язвы. Рыба и яйца. Яйца с любыми молочными продуктами, молоко с рыбой, коричневый сахар и чечевица – все эти продукты также несовместимы в тибетской системе правильного питания. Как пить воду? Кипяченая и неочищенная вода имеют разные свойства. Кипяченая горячая вода легко усваивается, предотвращает заболевания, вызванные несварением желудка и даже опухоли. Чтобы очистить пищеварительную систему, утром, перед завтраком, выпейте стакан такой воды, вы можете добавить ложку меда. Если выпить это после еды, это очень поможет пищеварению. Охлажденная кипяченая вода отлично утоляет жажду. Это также не вредит пищеварению, главное не пить ее сразу после еды, а подождать часок. Ледяная вода, талая или из пресных водоемов, прекрасно протрезвляет после бурной ночи, помогает при головных болях, обмороках и головокружении, сбивает жар. Но мы должны помнить, что сама по себе такая вода тяжелая и ее трудно переваривать, она не помогает пищеварению. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!